МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам помогают очень многие предприниматели республики. Огромное спасибо за неравнодушие. Специальный тренажер преподнесли Центру счастливого детства представители партии «Единая Россия». Просто пребывание здесь – это уже большой опыт. Домбай на свой первый форум собрались начинающие поэты и писатели Северного Кавказа в рамках проекта «Пиши листов». На сегодняшний день в республике на стационарном лечении находится 928 заболевших ковид-19. И сегодня выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Минздраве и республике каждый день проводят мониторинг. По словам замминистра Тамары Кипкеевой, это дает возможность своевременно открывать инфекционные госпитали. Так, в конце этой недели в Карачаевске на базе Центральной городской и районной больницы откроется ковид-госпиталь на 150 коек. По решению Минздрава была проведена и маршрутизация пациентов во всех районах, чтобы все нуждающиеся в плановой медицинской помощи были своевременно перераспределены в специализированные медучреждения. При этом Минздравам приоритет отдается и амбулаторной помощи. Поскольку на стационарное лечение поступают не более 25% всех из числа заболевших, и 75% у нас находятся на амбулаторном лечении. В этой связи нам максимально надо усилить амбулаторное звено, укрепить оказание медицинской помощи в амбулаторной части, оказание стационарной помощи на дому, оказание неотложной медицинской помощи. Все эти виды медицинской помощи остаются за больницами. И это означает улучшение оказания медицинской помощи. Он пережил годы Великой Отечественной. Депортацию вложил немало сил в развитие родной Карачаево-Черкесии. Житель Карачаевска, ветеран войны Баймурза Адамеевич Узденов, в этом году отметил 95-летие. Рассказы о пережитом слушала Алла Качиева. Медаль «За заслуги перед умой» под номером 95 по количеству прожитых лет. Поздравить ветерана, вручить награду и справиться о его здоровье прибыл председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджибердиев. Баймурзу Адамеевича муфти знает буквально с детства. «Дружил с моим отцом», – рассказывает религиозный деятель. Ветеран Баймурза Узденов радушно встречает гостя, делится воспоминаниями. В 16 лет он добровольцем ушёл на фронт. «Я – миномётчик, артиллерист я. Я попал в немномыцкий десятый отдельный запасной миномёт и батальон. Здесь я пишу домой письмо отцу. Я служу Родиной. Как получилось? Брату приносят повестку, а я жаждал попасть в Атмию. Я повестку никому ничего не сказал в карман. Завтра военкомат Заренчук, станется Заренчук. Там много со мной возились. Ты ещё молодой, не оброс, не рост, не возраст, не соответствует. Война будет длительна, видимо. Успеешь? Я ни в какую. Нет. Войну Баймарза Узденов начал в городе Великие Луки. Затем были другие города. В боях под Нальчиком получил серьёзное ранение. Молодого бойца отправили домой на лечение. Но не успели физические раны у Баймарзы Узденова затянуться, как он получил душевные. Депортация всего карачаевского народа. Село Самсоновка в Южно-Казахстанской области стало пристанищем семьи Узденовых на долгих 14 лет. Сперва нас представили, как людоедов. Как людоедов. Люди боялись нас. Ближе вагонов не подходили. 50-70 метров смотрели на нас. Как на зверей. У них была и мука, и хлеб, и сыр. Атары были. Коровы доились. Всё было. Никто, понимаете, чего не давал без продажи. Девушка платье продаёт своё, ставит руку кружу. Так относились. А потом плакали, когда мы уезжали. Плакали. По признанию местных жителей, карачаевцы отличались добротой, трудолюбием и ответственностью. Они проявили себя с лучшей стороны во многих отраслях. За боевые заслуги Баймарзал Узденов был представлен к награде. Но по известным причинам так и не получил. Но главная в его жизни награда – жизнь на земле предков. По прибытию на историческую родину он трудился в разных местах. Машино-тракторной станции, заводе внёс вклад в развитие родной республики. Ветеран с женой воспитал двоих дочерей. Сегодня дедушку радуют внуки. Честность, добросовестность, патриотизм – этих принципов придерживался всегда Баймарзал Демеевич Узденов. Это он хочет видеть и в подрастающем поколении. Так что я желаю молодёжи, они дружно жили, не увлекались водкой, что они трудились, работали на благо Родины и завоевывали авторитет. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Время прогноза погоды – слово нашим синоптикам. Субтитры делал DimaTorzok В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платёж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. Не каждый родитель, в семье которого растёт и воспитывается ребёнок-инвалид, может позволить себе реабилитационный тренажёр. Но всё же есть возможность восстанавливать своё здоровье в специализированных центрах, для которых неравнодушные жители нашей республики приобретают оборудование. Представители партии «Единая Россия» посетили центр реабилитации детей-инвалидов «Счастливое детство» и привезли специальную беговую дорожку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Тему продолжит Александр Коваленко. Не опускать руки и стремительно двигаться вперёд. Под таким девизом семья Ухлиновых живёт уже на протяжении 11 лет. Прогнозы врачей, что девочка будет разговаривать, а тем более самостоятельно приподниматься, были сведены к минимуму. Но благодаря своевременной постановке точного диагноза, обследованием, неоднократным операциям и лечению в лучших клиниках России, сегодня дочь Людмилы Ксения изучает английский язык, очень любит математику, также слушает музыку и с удовольствием поёт. Ксюша просит ненадолго прервать сеанс массажа, чтобы исполнить нам песню. От улыбки в умы день светлые, небе раздруга поснётся. Поделись с улыбкой своей, и она тебе не раз ещё винётся. Успехом своей Ксюшеньки, именно так ласково называют её родители, радуются каждый день. Здесь, на базе счастливого детства, девочка получает все необходимые процедуры по восстановлению здоровья. Если мы хотим, как мне ещё в Москве профессор сказала, вы хотите, чтобы она была как все, она должна всегда быть с вами, в нашем быту, в нашей жизни. Ну и мы достигли неплохих результатов. По диагнозам, по обследованиям, по МРТ, мой ребёнок должен быть вообще лежачий. Вот уже неделю ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП учатся ходить, держать осанку, самостоятельно стоять благодаря беговой дорожке с инфокрасными датчиками для обучения детей-инвалидов в ходьбе. Уникальность состоит в том, что она подстраивается под индивидуально каждого ребёнка, как он идёт, расстояние его шага, его, как он наступает. Она сама подстраивается под индивидуально, опять-таки, под каждого ребёнка, как он умеет ходить. Такой подарок Центру «Счастливое детство» преподнесли представители партии «Единая Россия». И сегодня они лично убедились, как работает тренажёр, посмотрели все его преимущества. Мы, в свою очередь, обратились к партийцам, к предпринимателям и одному из депутатов партии «Единая Россия», которые поддержали эту просьбу и помогли приобрести для этого Центра замечательную аппаратуру, за что мы очень благодарны. Для нас очень важны те партнёры партии, которые с нами помогают совершить хорошие дела, добрые дела, в том числе и для реабилитации, такой социально значимой категории детей. И мы хотим сегодня поблагодарить предпринимателя Несмашного Геннадия, сказать ему огромное спасибо. Сегодня это он, а так нам помогают очень многие предприниматели республики. Огромное спасибо за неравнодушие. Ольга Галкина с дочерью Анной после операции на стопе. Они из Челябинской области специально приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы пройти курс реабилитации. Повторить все лечебные процедуры девочки с диагнозом ДЦП женщина планирует здесь, через некоторое время, в Центре «Счастливое детство». На данный момент разработали ножки, она у меня сама стоит, но без поддержки, но стоит. Сегодня в Центре проходит лечение около 300 детей с нарушениями здоровья. Они получают весь перечень лечения. Это ЛФК, массаж, магнитотерапия, светолечение, парафинотерапия. Также с детьми работают такие специалисты, как логопед, психолог, дефектолог и педиатр. В Центр по приглашению директора приезжают специалисты из ведущих клиник России. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии состоялся первый форум поэтов и писателей в рамках проекта «Пиши не в стол». В поселке Домбай начинающие поэты и писатели с Северного Кавказа, вдохновляясь природой, перенимали опыт корифеев. Подробности в репортаже Руслана Джукаева. Форум стал итоговым событием в образовательном проекте под говорящим названием «Пиши не в стол». Два месяца шла заочно-образовательная программа, где участники из различных республик СКФО и не только учились, практиковались и перенимали полезные навыки у наставников проекта. За три дня мы не сможем дать им какие-то фундаментальные знания. Но за ними уже два месяца они прошли образовательную программу. И те, кто старался, те, кто стремился к чему-то, они здесь. Соответственно, наша задача была познакомить их именно с этим пишущим элитарным миром литературы в лице наших гостей и спикеров, чтобы они к этому прикоснулись, почувствовали и поняли то, что литература – это не просто хобби. Для кого-то это жизнь, это профессиональная деятельность. Сами участники работают в разных сферах, но их объединяет страсть к поэзии. Своё вдохновение они реализуют в стихах и произведениях, а приняв участие в проекте, они выходят на качественно другой уровень. Данный форум, во-первых, он очень сильный по своему содержанию, очень познавательный, я уже повторяюсь. И он дал такой толчок и не мне, а многим ребятам, которые здесь присутствовали для дальнейшего развития. То есть это является таким прям стимулом для того, чтобы ребята не останавливались, стремились и дальше писали, совершенствовали своё творчество. Косис Габардино-Балкарий считает, что поэзия в его жизни занимает значимое место и возможность принять участие в таком проекте – это большой опыт, что положительно отразится на качестве будущих произведений. Я хочу сказать, что просто пребывание здесь – это уже большой опыт. И этого уже хватает, чтобы повысить свой какой-то творческий навык. Общение с мастерами, общение с другими писателями, наш коллектив – это усиливает этот эффект. Форум посетил и министр культуры Карачаева-Черкесии Зуру Апагирбов. Он отметил, что из образовательного мероприятия форум превратился в площадку, где показывается связь культуры регионов и поколений. Наша задача, задача Министерства культуры заключается в том, чтобы мы здесь из этого огромного количества разных энергий смогли собрать команду, отряд, который сможет литературное направление в Карачаево-Черкесии двигать вперед. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим плоды и этой встречи. Близится выпуск сборника работ участников проекта. Но самое главное, мы запустили процесс обсуждения и созидания на литературном поприще, в котором будут участвовать и молодежь, и наши старшие поколения. А я думаю, это и есть главная цель нашей работы, нашего мероприятия. По словам Зураба Агирбова, Министерство культуры и дальше будет всячески поддерживать инициативы активной творческой молодежи республики. Руслан Жукаев, Руслан Харченко, Домбай, Вести Карачаева-Черкесия. Таким был четверг Карачаева-Черкесии, а прямо сейчас развязка историко-драматического фильма «Бомба». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...